Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня во вторник читается Евангелие от Матфея, глава 12. Стихи с 14 по 16 и с 22 по 30. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Он, Совет, сотворише фарисея Иисуса, как Его погубят, Иисус же, разумев, отиди оттуду, и по нем и доше народе мнози, и исцели их всех, и запрети им, да неяви Его творят. Тогда приведоши к Нему беснующеся слепы и нема, и исцели Его, яко слепому и немому глаголати и глядати, и дивляхуся всенароди глаголюще, и да сей есть Христос сын Давидов. Фарисей же, слышавши реша, сей не изгонит бесы, токмо о вильзевули князе бесовстем, веды же Иисус мысли их рече им. Всякое царство, раздельшееся нася, запустеет, и вся град или дом, разделивыйся нася, не станет, и аще сатана сатану изгонит, нася разделился есть, како оба станет царство Его. И аще аз о вильзевули изгоню бесы, сынови ваши о ком изгонят, сего ради тии вам будут судьи, аще ли же аз о дусе Божии изгоню бесы, убо постиженого с царствие Божие. Или како может кто в нити в дом крепкого, и сосуды Его расхитити, аще не первие свяжет крепкого, и тогда дом Его расхитит, и жене со мною намяесть, и и жене собирает со мною расточает. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех, и запретил им объявлять о Нем. Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил, не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали, Он изгоняет бесов не иначе, как силу Вильзевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления, их сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. Господь исцеляет бесноватого, в котором обитание нечистого духа сопровождалось слепотой и немотой, и весь народ дивится этому чуду. Фарисеи же, будучи уязвленными завистью к славе Спасителя, не удержались от величайшей клеветы, а потому сказали, «Он изгоняет бесов не иначе, как силу Вильзевула, князя бесовского». Александр Павлович Лопухин замечает, «Вильзевул считался злейшим и вместе с тем грязнейшим из демонских начальников. Поэтому и обвинение Христа в связи с ним было особенно язвительным. Оно имело целью отвлечь от Христа народ и вызвать в нем вражду к его деятельности, учению и чудесам. И чтобы опровергнуть все их обвинения, Господь дает им полный и ясный ответ. Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Всякое общество людей, будь то государство, город или семья, сильно только единством. Но если начнутся несогласия, ссоры, раздоры и ослабеет сила их единения, то само общество, царство, город, семья не может устоять и распадется. Так же и в царстве дьявола. Если бы князь Бесовский стал направлять свою мощь на изгнание своих же приверженцев, то его царству скоро пришел бы конец. Следующим опровержением стали слова. И если я силую Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями. Блаженный Феофилакт поясняет, что эти слова Христа можно понимать так. Пусть говорят, я таков. «Но ваши сыны, то есть мои ученики, чьей силой они изгоняют? Неужели и они силой Вильзевула? Если же они божественной силой, то тем более я, ибо они творят чудеса моим именем. И так они послужат к осуждению вашему, потому что вы, видя, что они творят чудеса моим именем, продолжаете клеветать на меня». Важно отметить, что апостолы не обладали той силой, какую имеет Спаситель, но были наделены благодатью от Бога, а потому изгоняли бесов именем Христовым. Господь же изгонял бесов одним своим повелением, а потому Он указывает слушающим Его, «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Ефимий Зигабен пишет, что Спаситель желает сказать, «Если пришло к вам Царствие Божие, то зачем вы отгоняете Его? Зачем противитесь своему благу? Теперь-то и есть время спасения вашего, о котором некогда предсказали пророки». Таким образом, Христос свидетельствует о том, что разрушается царство дьявола и воцаряется Бог, изгоняющий бесов, дабы явить свою победу над ними в мире и в сердцах людей. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирается мною, тот расточает». В этих словах Господа заключена важная мысль. Кто сторонится, чуждается добра, тот осознанно или бессознательно содействует злу. Епископ Михаил Лузин замечает, «Кто из знающих и слышащих Его учения не становится на Его сторону, тот враг Его, хотя бы и ничего не делал враждебного Ему. Враг потому уже, что не действует в пользу Его, тем более враг тот, кто каким бы то ни было образом противодействует Ему». Господь наш Иисус Христос, дорогие братья и сестры, призывает всех людей принять Его благовестие и войти в Его радость, устремив все силы своей души на то, чтобы очистить сердце. Сосредоточив все помыслы не на земном, а на небесном, нам должно поступать в соответствии с тем, что говорит Господь в Своих заповедях, и тем самым приумножать великие духовные сокровища добра в Своем сердце, истинно собирая со Христом. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи!